Продолжение следует... Продолжение следует... Путин отклонил предложение МИДа России выслать в ответ из страны американских дипломатов. По словам Путина, в Москве не стоит опускаться до уровня кухонной дипломатии. А все дальнейшие действия будут зависеть от шагов, которые предпримет новая американская администрация во главе с избранным президентом Трампом. Обвинение во вмешательстве в президентскую кампанию в США Россия категорически отвергает. Хочется надеяться, что это последнее, что сделала нынешняя администрация для ухудшения двусторонних отношений. Последнее странное, неумное решение, которое направлено в том числе против людей. Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн призывает к более жестким санкциям против России, помимо тех, что были объявлены администрацией президента Барака Обамы на этой неделе. В ходе визита в Киев в сопровождении коллег Маккейн подчеркнул, что Москва должна ответить за хакерские атаки, направленные против США. На будущей неделе он выступает на слушаниях в Сенате по киберугрозам. Председатель комитета Сената по вооруженным силам Джон Маккейн считает, что санкции должны включать меры в отношении финансовых ведомств. Об этом он сказал в интервью нашему корреспонденту. Есть множество более строгих мер, которые мы должны принять. В конце концов, это была атака, направленная против Соединенных Штатов Америки. Атака против основ нашей демократии. Если вы уничтожаете свободу выбора, это значит, что вы уничтожаете демократию. Россия призывает Совет Безопасности ООН одобрить внесенный ее проект резолюции в поддержку перемирия в Сирии и начало переговоров между Дамаском и оппозицией. Москва настаивает, чтобы голосование прошло сегодня. Как сообщил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, в документе говорится о необходимости полного и немедленного выполнения принятых 29 декабря договоренностей между сторонами сирийского конфликта. Эти договоренности касаются прекращения огня и подготовки к мирным переговорам в столице Казахстана-Астане. Соглашения были достигнуты при посредничестве России и Турции. Мы ожидаем, что ООН в полной мере будет участвовать в подготовке встречи в Астане. И если переговоры пройдут успешно, их можно будет продолжить в Женеве. Мы полагаем, что Египет это та страна, которая может присоединиться к подготовке консультаций в Астане. Есть также другие важные игроки. Саудовская Аравия, Кувейт, Катар. Их участие приветствуется. И да, мы ожидаем, что администрация Трампа после прихода в Белый дом тоже станет важным участником. Покидающий пост генерального секретаря ООН Пан Гимун вчера выступил с прощальной речью на встрече со своими помощниками и коллегами после 10 лет пребывания на должности. В январе будущего года Пан Гимун вернется на родину, в Южную Корею, где ему в том числе прочат пост президента. Сам дипломат и политик не заявлял о намерении баллотироваться президенты. Он сказал лишь, что поставит себя, посвятит себя своей стране. До того, как стать генеральным секретарем ООН, Пан Гимун был министром иностранных дел Южной Кореи. В ООН его преемником станет бывший премьер-министр Португалии Антонио Гутерреш, кандидатуру которого Генеральная Ассамблея ООН единогласно поддержала в октябре. На Кубе при участии властей запущена пилотная программа, благодаря которой граждане смогут пользоваться интернетом у себя дома. Правда, пока возможностью провести интернет могут воспользоваться около 2000 жителей исторического центра Гаваны. Куба страна с очень низким уровнем распространения интернета. Большинство людей могут пользоваться лишь платным Wi-Fi в общественных местах. Квартиры же интернет есть лишь у 5% населения. Чтобы получить доступ к всемирной сети, необходимо разрешение правительства. Это все новости к этому часу. Через час обновленный выпуск. Будьте с нами. Субтитры создавал DimaTorzok